В этом видео вы увидите генератор, который не имеет торможения или прототип для проверки всех теорий, а также вихревой генератор Слободяна. Новые сверхъединичные устройства. Ну что, приятного просмотра мы начинаем. Также, друзья, не забывайте делиться, чтобы вот подобные технологии хоть как-то не скрывались от обывателей, и мы смогли изучить и распространить эту информацию. Ладно, мы начинаем. Ну что, друзья, вот находится перед вами прототип БТГ-генератора, на котором я проверяю, тормозят катушки или нет. Используются вот такие вот катушки. Внутреннее расстояние 1 см, вот здесь, и на 2, и глубина 1 см. 250 витков проводом 0,3. И указано стрелочкой, в какую сторону идут обороты. Следовательно, вот так вот. В общем, используются вот такие катушки в генераторе. Сделал специальный прототип генератора. Вот он находится сейчас здесь. Здесь установлено 4 катушки, наверху установлен мотор. Вот здесь у нас измерительные приборы, здесь мы смотрим на потребление, здесь мы смотрим на генерацию. Здесь все подключено сейчас по классике. Все катушки вот в ту сторону намоткой, да, вот так вот по кругу идут. И соединены, начало, конец. В общем, это обычный классический генератор в данном случае, да, в таком исполнении. Давайте просто посмотрим на его характеристики. Сколько переменного вольтажа он выдаст. Потребление наблюдаем. Почти 2000 оборотов. Так, вот такой вот, собственно, спад. И у нас 120-130 мА. Ну, собственно, обороты, как видите, упали и потребление возросло. В общем, классика. То есть, на прототипе мы уже можем проверять какие-то классические катушки, намотки. И давайте посмотрим на обороты. Обороты, как вы видите, упали до 1000 оборотов. Было 2000, стало 1000 оборотов. При этом потребление возросло. Потому что катушки, соответственно, тормозят. Так как же нам все-таки сделать так, чтобы катушки не тормозили? Смотрите, на вот этом вот прототипе, который сейчас частично разобран, да, вот он. Здесь установлено 8 магнитов маленьких. 1 на 2 и 5 миллиметров. В принципе, как в этом роторе тоже так же. Катушки нужно устанавливать специальным образом, чтобы все это дело не тормозило. Но, хочу вас сразу предостеречь, что некоторые катушки все-таки не получится у вас сделать так, чтобы они не тормозили. Даже если у вас там нет нагрузки, еще что-то подобное, да. Вот такие катушки не подходят. Потому что на этом прототипе так и не получилось сделать так, чтобы эти катушки не тормозили. Самый успешный вариант с катушками это круглый. Круглый, только круглый вариант. Вот такой вот вариант, к сожалению, не подходит. Как вы помните, я показывал в видео, да, когда вот на этом, на этом роторе у нас не было торможения вообще никакого. В общем, для этого нужно круглые катушки взять и просто смотрите, когда крутится, нужно поймать такой момент, да, когда на одной катушке начинает возникать электричество, а второе как бы выталкивает. То есть, вот почему это дело не тормозит. То есть, вот по такому принципу это дело работает. Так, смотрите, значит, в чем соль этого вот прототипа генератора, да, почему на нем удобно проверять всевозможные технологии. То есть, как оно будет, поворотные катушки и так далее. Смотрите, вот такая вот конструкция генератора. Вот эти катушки, они как бы их не сдвинуть, не повернуть, да. Но вот эти катушки, мы их можем поворачивать. То есть, смотрите, она свободно ходит, да, то есть, я ее могу боком поставить до определенного, да, то есть, под углами. При этом я вижу, в какую сторону идет у нас намотка, что немаловажно. Ну что, друзья, при этом этот генератор весьма успешно зажигает вот такую пачку светодиодов. И здесь на самом деле ярко, просто камера, как всегда, не передает. Конечно же, обороты падают, если все подключить по классике, последовательно. Итак, друзья, самое важное, то, что вот только вот такие катушки, маленькие, не тормозят. Вот сейчас будете смотреть на показания и сами поймете, что действительно торможения нет. Сейчас идут холостые обороты, 2 вольта, 0,64 ватта. То есть, все катушки разомкнуты, ничего не подключено. Даже проверим вот сейчас классическую катушку, да. Видим показатели. И даем снова разогнаться этой штуке. И сейчас используем снова вот такие вот катушки. Вот они соединены. И просто нужно подобрать, именно какой стороной они не будут тормозить. То есть, в тот момент, когда магнит тут втягивается, тут выталкивается. И наоборот. Смотрите. Показатели совсем чуть-чуть растут, но при этом катушки так серьезно не тормозят. То есть, это вот главный эффект. Возможно, это связано с тем, что величина магнита. Потому что, возможно, эти катушки слишком большие для вот таких вот магнитов. Соответственно, мы, может быть, из-за этого создаем сразу как бы торможение. Либо еще можно вариант попробовать. Да, у меня тут север-юг, север-юг магниты установлены. Можно попробовать установить одним полюсом. И, во-вторых, взять круглые магниты. И разнести их немножечко подальше. Потому что это даст больше свободы для тестирования данного магнитного генератора. Ну что, друзья, теперь переходим к самому интересному. А теперь, друзья, самое интересное. Исследование Слободяна по поводу новых БТГ-генераторов. Он в инстаграме выложил новые интересные фотки. Исследование гидравлического принципа генерации энергии центробежной силой, действующей на жидкости, привели его к невероятным результатам. В отличие от других способов получения энергии, гидравлический принцип способен преобразовывать давление сжатых жидкостей в механическую силу, которая впоследствии может быть преобразована в электрическую или тепловую энергию. Основная проблема заключается в зацикливании процесса генерации давления таким образом, чтобы потеря энергии происходила только из-за сил трения движущихся компонентов, накопления тепла и сил гравитации. В моем последнем опыте модели гидравлического генератора мне удалось управлять потоками жидкости, чтобы создать вихри, которые могли бы концентрироваться в крошечной камере, создавая колоссальное давление без дисбаланса системы. Вам это ничего не напоминает? Регулируя скорость вращения двигателя и потоки жидкости через многоходовой клапан, это устройство способно мгновенно создавать и перенаправлять давление на гидравлический двигатель, который, в свою очередь, может передать свою механическую работу на любое потребительское устройство. В этом конкретном устройстве гидравлический двигатель подключен к электрическому генератору, который может генерировать до 100 кВт электрической энергии на полную мощность. В общем, друзья, для тех, кто не понял, что потенциал и сила этой технологии в разы превосходят магнитные генераторы, потому что всего лишь вот такой прототип, разогнав до гигантских оборотов, можно получить чудовищную мощность до 100 кВт. Если, конечно, позволят вот эти вот материалы, титан или какие он там использует. Эта технология несет в себе множество возможностей, открывает новую главу производства энергии. В следующих постах он обещает поделиться видением этой технологии и масштабирования, как все это дело может заменить обычные генераторы. В общем, давайте посмотрим, как здесь все работает. В общем, вот такие интересные генераторы у него в лаборатории находятся. Вот такой достаточно крутой прототип получился. Это, как я понимаю, жидкость, в которой поступает масло или что там он использует. И вот есть еще некоторые прототипы, которые, видимо, использовались ранее, для того, чтобы увидеть хоть какой-то эффект прибавки. Смотрите, какие красивые прототипы и достаточно технологичные. Вот она, турбина. Вот, по всему видимо, эта турбина уже в работе. И есть у нас даже видео, давайте посмотрим. Смотрите, какие красивые прототипы. И как мы видим, при определенном давлении, эта турбина начинает раскручиваться. В общем, очень интересные эффекты. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в новых видео мы продолжим заниматься и исследованием запрещенных, запретных и скрытых технологий. И рано или поздно мы найдем то, что ищем. Все, пока-пока.